У этого вида можно забыть про экологию, но это не значит, что это как раз вопрос молодильных объектов. У этого вида можно забыть про экологию. Он живет везде. Он живет везде, и тем он нехорошен, как объект. Он будет равновероятно жить на свежесварканном поле и в сосновом лесу лет. Но это как раз вот специфический случай. Не надо думать, что у других будут вести себя так. У других расселений нет другого типа. У других землородцев мы не нашли, например, архивы различия в России. У них нет информации. Профуд. Никак. Можно я спрашиваю? Да. Прорвался, да. Александр, я понимаю, что вы вряд ли можете ответить на этот вопрос, но он такой, в общем-то, очень сильно волнующий всех. Хоть какая-то версия здравая, которая существует, о том, как все-таки сформировались эти разные. И что это такое? Версий много. Версий много. Вот пока, из того, что я вам показал, мне больше всего нравится то, что у нас будет. Если мы допустим, что у них, ну, а это известная вообще, это обычная гитрогенская спекуляция. То вот два разных типа расселения есть, ну, два крайних, да, то возможно, сортировка по территории. Образуется, вот тогда образуется маленькая популяция, в которой возможна фиксация перестойки, перестойки, которая сама посидит, не является, ну, а дальше магическое слово reinforcement и эрас. Предположить, 72 рекугиома, ну, сами представляете, это очень-то даже сложно. Ну, то есть, никакой экологии, в общем-то. Ну, как, вообще-то говоря, популяционные взаимодействия, это экология. Это понятно. Получилось. Скажите, пожалуйста, а какие-нибудь сведения о ассортативности в пределах и между форм есть, подобно спал Соренбергу? Вот, значит, об ассортативности скрещивания мертвых расами на самом деле хороших данных нет. А судя по нехватке гибридных, гибридных зонах, ее очень можно ожидать. Игорь Николаевич восстанавливается саркативист. Она все время просится. Но в Каусе проводилось исследование о саркативности. И, в общем, у него не получилось подтверждения. Вот, поэтому... А провести с ними эксперимент в Биварии в общем-то даже сложно. И потом и варный эксперимент может не показать. Ну, Александр, не получилось и в Биварии, да? В Биварии не получилось. У него не получилось. Он смотрел там... У него полностью пресекся поток по И. И он продакцарно сделал вывод. Не получилось в нем статьи. Он продакцарно сделал вывод. Это сентянория. Продакцарно сделал вывод о том, что раз нам вообще полость пересекается поток, значит, никакой ассортативности здесь быть не может. То есть, никакая ассортативность не сможет полностью пресечь поток. Что очевидно. Ну, это антинолит. Там вообще-то не должны быть даже такие сложные нарушения, как у Москва-середина. У него и там только 15-20% всего гибридов от того, что должно быть в пресечении отценичного. У него хорошо показано разделение по молекулярной. Он хорошо сделал разделение по морфологии. Это два вида. Лучше, чем у нас.